Декабрь Ривер Сити Гёрлз 2 Beat'em up в аниме-стилистике Ривер Сити Гёрлз вышел в 2019 году. Получил отличные отзывы и приквел под названием «Ривер Сити Зеро», а теперь вот в декабре получит уже и полноценный сиквел. Здесь нам вновь предстоит играть за симпатичных аниме-девочек, которые наводят порядок на улицах Ривер Сити. Только город на этот раз стал ещё больше, и здесь реализована смена дня и ночи. В мегаполисе появилось больше неизведанных районов, уничтожаемых объектов, нелинейных маршрутов и секретных локаций. А к знакомым подругам Мисака, Кёко, Кунио и Рики присоединяются новички по имени Мариан и Прови. Занимаются они всё тем же — избивают негодяев, крутят комбо на земле и в воздухе, накладывают стихийные эффекты, повышают уровень и разучивают новые приёмы. А ещё можно заглянуть в один из сорока магазинов, чтобы покупать предметы и одежду, а также вербовать наёмников и даже поверженных врагов. Играть при этом можно не только в гордом одиночестве, но и в кооперативе с друзьями. Обещаны также невероятное аниме-вступление, кат-сцены в стиле комиксов, озвучка на английском и японском языках и новый саундтрек от композитора первой части Меган Макдаффи. Новый ужастик от создателя Dead Space Глена Скофилда отправит нас на Калисто, один из спутников Юпитера, где в 2320 году ведёт свою деятельность могущественная корпорация United Jupiter Company. В роли Джейкоба Ли, заключённого тюрьмы «Чёрное железо», мы должны сбежать из заключения, выяснить, что вызвало таинственную вспышку, повергшую Калисто в хаос, и какие тёмные тайны, преследующие давно умершую планету, как над поверхностью, так и под ней, скрывает объединённая компания Юпитера. На пути Джейкоба, как водится, стоят не только разные кровожадные монстры, но и собственные тёмные страхи. Авторы обещают survival-хоррор нового поколения, сочетающий атмосферу напряжения и жестокости с ощущением беспомощности и желанием оставаться во что бы то ни стало человеком. Невыразимые ужасы здесь ждут за каждым углом, но справляться с ними приходится знакомым по Dead Space способам. В жестоких сражениях, сочетающих рукопашный и дальний бой, можно использовать уникальное гравитационное оружие, которое когда-то тюремная охрана использовала для контроля над заключёнными. Оно, в частности, позволяет отрубать гротескным противникам конечности. Ну и в целом, для выживания нужно творчески использовать всё, что есть в распоряжении. Как покупать новые игры, если сервисы не принимают оплату из России? Всё просто. Есть игровая площадка Diffmark. Там можно приобрести как игры для множества сервисов и платформ, так и просто закинуть деньги в свой кошелёк. Steam, PlayStation, Xbox, что угодно. Точно так же можно легко пополнить баланс в Amazon, Nintendo и iTunes. Просто зайдите в раздел «Карты пополнения». Есть игровая валюта, различный софт от антивирусов до Windows, предзаказы. А главное — методы оплаты, действующие с территории РФ. От банковских карт до Kiwi. Недавно появилась возможность оплачивать картами мир. Промокод GSTV даст вам скидку в 10% на любой товар. Ссылка в описании. Marvel's Midnight Suns Marvel's Midnight Suns можно назвать XCOM про супергероев. Разработала её студия Firaxis Games, ответственная за XCOM Enemy Unknown. Она работала в сотрудничестве с Marvel Games. Здесь представлены персонажи из нескольких серий комиксов Marvel, таких как «Сыновья полуночи», «Мстители», «Люди Икс» и «Беглецы». А сюжет основан на линейке Rise of the Midnight Suns 90-х годов. Там, напомним, «Мстители» объединились с различными героями комиксов Marvel, чтобы остановить гидру, пробудившую мать всех демонов Лилит. Впрочем, это будет неточный пересказ. Мы играем за нового супергероя-охотника. Будучи ребёнком Лилит, тот является единственным, кто может её остановить и убить. Помимо него также заявлены 13 разных супергероев. Если все они созданы в соответствии с каноном, то вот охотника игроки создают сами, выбирая из более чем 40 различных способностей. Все их можно использовать в пошаговых сражениях. Помимо драк найдётся место и для общения. В игре есть аббатство, замок, где можно общаться со всеми супергероями Marvel, выполнять их поручения, выстраивать с ними отношения, вступать в клубы по интересам и даже ходить с некоторыми на свидания. НИТФОР СПИД УНБАУНД Новая, 25-я уже по счёту игра в знаменитой гоночной серии создана в сотрудничестве с известным рэпером Ассо Прокки. И это первая за 9 лет новая гоночная игра от Criterion, подарившей нам Need for Speed Most Wanted. Правда, не оригинальную, а ту, что выходила в 2012 году. Действие разворачивается в огромном виртуальном городе Лейкшор, где мы занимаемся всё тем же. Гоняем на перегонки, поставив деньги против соперников, дрифтуем, отрываемся от копов. Кроме того, можно выполнять различные побочные задания в духе GTA, подрабатывать таксистам и доставлять угнанные тачки по указанным адресам, после чего там открываются новые убежища. Главная же задача — найти самый быстрый способ заработать достаточно денег, чтобы принять участие в еженедельных квалификационных заездах и попасть на гранд-заезд. Главную — уличную гонку Лейкшора. Но также обещаны и изменения в геймплее. Копы, например, стали злее, поэтому приходится использовать новые механики ухода от погони и продумывать стратегию, которая позволит ускользнуть от настойчивых полицейских. При этом есть выбор — встретить копов лицом к лицу и порвать их на трассе, или же отсидеться в укромных закоулках Лейкшора. Также появилась новая тактика ускорения и использования нитро. Как водится, большое внимание уделено и тюнингу. Свою тачку можно преобразить с помощью уникальных обтяжек и деталей. На выбор даются сотни декоративных элементов, среди которых есть и эксклюзивные предметы от законодателей мира тюнинговой моды. Ну а сама игра в целом обещает показать новый уникальный визуальный стиль, сочетающий граффити, элементы новейшего стрит-арта и самые реалистичные машины в истории Need for Speed. Самурай Мэйден Анимешный слэшер с элементами G-RPG и симпатичными фривольно одетыми девушками. Главная героиня — японская школьница, которая оказалась в альтернативной фэнтези-версии периода Сен-Гоку — эпохи воюющих провинций. Теперь она должна много сражаться с монстрами, знакомиться с другими девушками и спасать мир. Этому самому знакомству с другими девушками, кстати, уделено особое внимание. В игре представлены разные девицы-ниндзя, вместе с которыми нашей героине и предстоит рубить толпы нежити, чтобы в итоге одолеть главного демона эпохи Сен-Гоку. Естественно, у каждой из них, помимо яркой внешности и вычурных костюмов, а также причесок, есть свои уникальные способности, которые можно развивать и прокачивать. Известно, например, что тут будет девочка-лиса с огромным молотом, которая также отлично владеет магией льда. У другой вместо правой руки — металлический протез, который работает и как крюк-кошка. Knights of Honor 2 – Sovereign Продолжение довольно необычной глобальной стратегии, первая часть которой вышла аж 15 лет назад. Почему необычной? Потому что она разворачивается в реальном времени, а не в пошаговом режиме, как это принято в жанре. Поэтому авторы еще называют Knights of Honor 2 «доступной стратегией». Здесь мы должны возглавить выбранное средневековое королевство и попробовать завоевать всю Европу. В процессе нужно управлять провинциями, собирать армии, отбирать и назначать приближенных, вроде маршалов, священников и дипломатов, вести переговоры, заниматься торговлей, экономикой и шпионажем. Обещаны религия, дипломатия, строительство — и все, дескать, доступно без проблем и путаницы. При этом сражения, где мы управляем напрямую своими армиями, тоже проходят в реальном времени. Авторы обещают и суровый многопользовательский режим, который позволяет объединиться с друзьями и захватить средневековую Европу. Dragon Quest Treasures Спин-офф именитой ролевой серии Dragon Quest рассказывает о детстве Эрика и Мию, которых мы видели в одиннадцатой части тайтла. Брат и сестра жили на корабле викингов, потом их похитили, и они оказались в новом мире драконе. Здесь им предстоит отправиться на поиски легендарных семи драконьих камней и других сокровищ. Игровой процесс состоит из путешествий по разным регионам и островам, где мы увидим уникальный климат и биомы с монстрами. Причем монстров можно не только избивать в сражениях, но и приручать с помощью кинжала дракона. Эрика и Мию должны собирать их в свою команду и грамотно использовать способности монстров. Кто-то подойдет в качестве батута, а кто-то — как своеобразный самолет. Главное — собрать как можно больше существ с разными способностями, чтобы решать разные задачи. По мере сбора сокровищ в уровнях растут не только главные герои, но и прирученные ими монстры. Ролевой экшен Crysis Core Final Fantasy VII вышел в 2007 году на PlayStation Portable и стал приквелом к событиям седьмой части легендарной серии. Играли мы там за солдата второго класса Зака Фейера, который, выполняя различные миссии, встречает многих персонажей из оригинала, включая Клауда Страйфа, Айрис Гейнсбора и Сефирота. По мнению критиков, Crysis Core заполнила ряд сюжетных дыр и недосказанностей, существенно углубив вселенную Final Fantasy VII. И вот спустя 15 лет выходит не ремастер, а именно ремейк. Почему ремейк? Потому что авторы, сохранив сюжет, практически полностью переделали и подвели под современные высокие стандарты графику. В частности, были переработаны все 3D-модели. Есть улучшения и в геймплее. Появился более удобный современный интерфейс, а сражения стали более понятными и обзавелись новыми тактическими возможностями и способами ведения боя. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition Этот день наконец наступает. 15 декабря выходит полная версия третьего Ведьмака для консолей нового поколения. Она содержит множество графических и технических улучшений, включая поддержку трассировки лучей, ускоренные загрузки и встроенные в игру моды, которые также улучшают графику и техническое состояние игры. На компьютерах будут в наличии глобальное освещение через технологию трассировки лучей и поддержка масштабирования изображения DLSS. В наличии теперь и фоторежим. Пользователи смогут настроить угол съемки, резкость, отдаление камеры и многое другое. Кроме того, в игре появится вид из-за плеча. Так получится, по мнению авторов, лучше погрузиться в мир игры. Что касается консолей, для них появятся режимы графики качества и производительность с повышенной детализацией, поддержкой технологии RT-GO и SSR-отражениями. Авторы отдельно отметили, что на Xbox Series S будет режим с 60 кадрами в секунду, а на PS5 добавят поддержку геймпада DualSense, включая звуки, адаптивные триггеры и вибрацию. При игре на контроллере можно будет регулировать скорость ходьбы Геральта в зависимости от того, как сильно вы нажимаете на стик. Еще в третьего Ведьмака добавят расширенную фильтрацию иконок на карте в духе Cyberpunk 2077. Можно будет убрать знаки вопроса, значки якорей и другие раздражающие элементы, находя их самостоятельно. Плюс можно будет настраивать размер субтитров и текст в интерфейсе, а также ставить кат-сцены на паузу. Кроме того, обещаны материалы по мотивам сериала Netflix. Обновление бесплатно для всех, у кого игра уже куплена. Black Tail В поисках новых тем авторы игр пускаются во все тяжкие. Вот, например, разработчики приключенческого экшена Black Tail из польской студии The Parasite решили рассказать историю о молодости бабы Яги. Да, в игре, которую взяла под свое крыло Focus Entertainment, мы играем за 16-летнюю девушку-колдунью, ее назвали ведьмой и выгнали из родной деревни. Теперь она вынуждена выживать в диком лесу, где ее ожившие воспоминания вернулись в виде гнусных духов. Ей нужно изловить их, чтобы пролить свет на собственное прошлое. Для этого нужно научиться стрелять из лука и творить магию. А еще придется освоить науку выживания. Молодой бабе Яге предстоит мастерить стрелы, варить зелья, охотиться на диких зверей и добывать припасы, необходимые для выживания в дикой чаще. Кроме того, есть алхимия в духе ведьмака. По найденным рецептам можно готовить эликсиры, которые позволят улучшить свои способности. А припрятанные сокровища откроют знания об этом мире и его обитателях. Black Tail рассказывает историю происхождения бабы Яги, и какой будет эта легенда, зависит лишь от вас, уверяют авторы. И действительно, в игре реализована система нравственности. Наши решения влияют не только на навыки, но и на судьбу леса. А в итоге есть выбор — стать защитницей леса или той самой злодейкой из славянского фольклора, чем именем пугают детишек. Как вам, игровой декабрь? Пишите в комментариях. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки и подписывайтесь на Boosty и Telegram. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok